для всех работающих людей отпуск это настоящий праздник многие в отпуск отправляются в другие города и даже в другие страны куда деть питомцев в это время пожалуй это главный и основной вопрос который встает перед любителями живого уголка дома полбеды если у нас собака или кошка для таких питомцев существуют приюты передержки специальные гостиницы переноски для того чтобы взять с собой но любителям аквариумистики сдать на передержку аквариум некуда единственный способ опросить родных или близких на период отсутствия поухаживать за аквариумом хорошо если они опытные но если нет часто все это дело заканчивается не очень хорошо выход конечно же есть с оборудованием все просто для этого нам понадобится таймер который будет включать оборудование в нужное нам время и соответственно выключать его о таймерах я уже рассказывал других видео если вы это видео пропустили то обязательно посмотрите ссылку на видео оставлю в описании перед поездкой обязательно сделайте подмену воды почистите стекла и декор и конечно же важно почистить фильтр не стоит забывать о тестах для воды очень важно быть уверенным в том что показатели воды в норме и если это так то стоит и так сказать заморозить для этого есть средства которое называется easy balance она будет поддерживать баланс в аквариуме да и вообще она предназначена для того чтобы сократить подмены воды это полезная вещь для девушек с большими аквариумами которым тяжело раз в неделю таскать вёдра с водой вся загвоздка в кормлении для того чтобы решить этот вопрос у нас есть два способа первый это автокормушка второй способ это специальные корма которые рассчитаны на продолжительное время они бывают разные но в этом видео я покажу корм тетра holiday и в этом видео мы протестируем его на одном из моих аквариумов тетра holiday это вот такой вот блок на оборотной стороне срок годности описание и информация о том сколько и на какой объем аквариума какое количество давать понятное дело что все эти нормы кормления приблизительные и только сам хозяин аквариума будет решать как и сколько дать корма своим любимцам рекомендации по кормлению следующий на аквариум объемом менее 60 литров с населением от 5 до 15 рыбок следует оставлять весь блок если вас не будет 14 дней если же хозяин аквариума уезжает на неделю то достаточно оставить пол блока на аквариумы от 61 до 120 литров с населением от 10 до 30 рыб следует оставить два блока на 14 дней или один блок на 7 дней от 101 литра до 200 и с населением от 20 до 50 особей необходимо положить три блока на 14 дней и 1 2 блока если вас не будет 7 дней конечно если вы не знаете сколько вас не будет точно лучше положить запасом а если приедете раньше просто выньте лишнее ну а теперь давайте вскроем упаковку и посмотрим как этот гелевый блок выглядит в действительности как видите сами эта масса похожа на консервированный корм для кошек и собак соответственно и запах у этого корма характерной теперь можно приступить к эксперименту который будет длиться 14 дней в аквариум объемом 60 литров помещу весь блок рыб выбрал на мой взгляд самых популярных и распространенных это вечно голодные гуппи причем население аквариума будет несколько больше чем указано в инструкции с этого момента буду снимать каждый день этот аквариум давайте вместе проследим за состоянием этих рыб как будет менять вид корма и что будет с водой в этом аквариуме более того для чистоты эксперимента я не буду в этом аквариуме делать подмены воды поехали но пока летят четырнадцать дней на экране я думаю стоит немного рассказать о характеристиках этого корма и о его составе состав входят моллюски и раки дафния 7 процентов дрожжи сырой белок 3 процента сырые масла и жиры 0,1 процента сырая клетчатка полтора процента содержание влаги 90 процентов также в составе присутствуют красители и консерванты и куда же без них корм долго не растворяется в воде тем самым не загрязняя ее формула этого корма запатентована компанией тетра как заявляет сам производитель данный блок обеспечивает здоровое питание в течение 14 дней в корме содержатся все необходимые витамины микроэлементы и минералы не забывайте о сроках хранения он не должен превышать 36 месяцев данный блок следует хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей замечу что в аквариуме с гупи живут и другие рыбки например два небольших сомика с присосками коридора с полиптеру синегальский разборы клинопятнистые наностому с бэкфорда кюля и даже пара радужниц первый день рыбки не проявляют особого интереса да и кажется они вообще не понимают что это такое на второй день им уже все стало ясно они его пробуют есть на третий день корм поменял цвет немного побелел посмотрим что будет дальше и и и Сейчас уже девятый день эксперимента. Таблетка значительно уменьшилась в толщине. Рыбки ее каким-то чудесным образом оттащили в дальний угол. Я попытался с очком вернуть ее на место и он поломался на две части. Эксперимент продолжается. На 10 и 11 день все без изменений. Рыбки понемногу его едят. Вокруг корма на грунте нет никаких признаков гниения. Обычно, когда корм остается несъеденным, грунт меняет цвет. Напомню, что все это время я не делал подмены воды и не чистил стекла. И даже никакие кондиционеры не использовал для поддержания баланса. 12 и 13 день корм будто тает на глазах. На 14 день я уже хотел прекратить эксперимент. Но немного корма все еще остается. И в итоге я покормил рыб обычным сухим кормом только вечером на 15 день. Теперь можно и просифонить грунт и сделать выводы. Все рыбки этот эксперимент перенесли великолепно. Только лишь полиптерус немного схуднул по неизвестной мне причине. Ведь корм всегда находился в доступном месте. Как видите сами, данными таблетками можно пользоваться и не переживать за своих любимцев. Я лично ставлю таблетки Tetra Holiday жирный лайк. А что поставите вы? Напишите об этом в комментариях. На этом у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале Пар. Субтитры сделал DimaTorzok